Здравствуйте, дорогие мои друзья! Здравствуйте, мои дорогие подписчики, мои давние зрители канала и те, кто случайно забежал на огонёк. Подписывайтесь, там под роликом есть кнопочка подписаться, а если ещё нажмёте на колокольчик, вы будете тоже постоянными моими подписчиками. Я благодарна вам за ваши комментарии. Я вас попросила, не пишите гнусные комментарии, вы меня послушались. И даже много интересных комментариев с шутками. Я вам за это очень благодарна. Благодаря вашим комментариям у меня возникают новые и новые видео. И сегодня я хотела вам рассказать про пенсии, чтобы вы увеличили свои пенсии. Каким образом, да? Но так как перешёл новый комментарий, который, ну, более, наверное, нужный на данный момент, я вам расскажу, как ваши пенсии сохранить. Да? Каким образом. Сейчас я вам расскажу, почему я создала этот ролик раньше, чем тот. Тот я создам позже. Обязательно создам. Может быть, завтра, может, послезавтра. Ну, как у меня будет время, как у меня будет желание. Мне в комментариях женщина написала, Тамара, а вы там смотрели, там, другой ролик, и там сказано, что нужно срочно бежать в ВСА и писать заявление о том, что, вот, чтобы сохранили пенсию, потому что нам же только до 1 сентября, как бы, продлевают этот вид на жительство. Нам же после 1 сентября там какие-то заморочки будут. Нужно это или нет? Я говорю, я вообще-то не знаю. И она сбегала в ВСА. В ВСА сказали, что мы ничего не знаем, ничего не надо, всё автоматически придёт. И буквально вчера мне позвонила моя другая подписчица и говорит, ну, вот я посмотрела этот ролик там у другого, у других, не у меня. И, говорит, шла мимо ВСА, думаю, дай-ка я зайду, у них спрошу. Ей ВСА сказали, что надо подать заявку. И она говорит, а что теперь делать? Я захожу на сайт, ну, вернее, не на сайт, а на канал вот этих людей, которые ещё там кроме меня говорят, да. И у них после того ролика стоит другой ролик. И Ольга Питкевич говорит, что, ой, никуда не торопитесь, никуда не бегите, потому что, вот, как бы всё это быстренько так сказали, надо ждать официальную информацию. Так вот, я вам хочу сказать, что такое официальная информация, да. Официальная информация – это не то, что вам придёт прямо на почту или на мобильник какое-то сообщение, да. Вот. Помните, как мы пенсии возвращали? Кто нам официально сказал? Официально нам никто не сказал, что вы можете вернуть свои пенсии. Вот мы, как испорченный телефон, друг к дружке говорим, сообщаем и вот что-то делаем. Но официально у них на сайте это есть. И я вас хочу отправить сейчас на сайт, вот, в ИСА, именно на это объявление. И я считаю, что если на сайте это стоит, значит, это уже официально. Конечно, в СМИ этого нету. Возможно, это появится позже в газетах, там, не знаю, по радио, может быть, скажут. Ну, хотя возврат пенсии-то никто нам по радио не говорит, что вы можете вернуть их, правда? Вот. Ну, в любом случае, чтобы не потерять пенсию, на всякий случай я вам советую всё-таки досмотреть мой ролик до конца. Я вам покажу, что там есть, чего там нету. И вы уже решайте сами, писать это письмо им, не писать это письмо им. Потому что вот Наташа, которая вчера туда ходила, и ей сказали, что всё-таки надо. Ей сказали, что достаточно написать заявление в свободной форме. Написать, я такая-такая, прошу продлить, мне выплачивать там пенсию. Я не знаю, как вы будете писать, ну, типа, выплачивать пенсию, потому что я подала заявку на продление ВНЖ, такого-то числа, и сдала экзамены. И приложить вот эти вот копию своих экзаменов. Или вы записаны, тогда вот это приложить, да. Вот. И в конвертик, и туда в СА, в ящик, там у них же есть, это такой почтовый ящик большой, и туда кинуть. Это не обязательно там электронным письмом посылать. Хотя можно электронным, чтобы дома сидеть, и что мне писалось, что-то тащиться в Ригу, черт знает куда, я пошлю им электронным письмом. Вот. А если вы там находитесь рядом, и электронной подписи у вас нету, ну, просто напишите это, вложите в конвертик и туда отправьте. Я думаю, ну, сложного такого ничего не будет. Всё равно погода хорошая. Хоть и дождик опять начинается. Как только начинаю ролик делать, так сразу дождик. Вот. Ну, напишите. Ну, я вам покажу сейчас, как это официально выглядит. Хорошо? Давайте, поехали. Так. Заходим на сайт ВСА. Вот он выглядит так. Я вам потом внизу под роликом скину ссылочку с сайта ВСА, да? И вот, опускаемся ниже. И там объявление на латышском языке. Кто понимает, читайте. Кто не понимает, вот я вам даю перевод. И там написано. Все граждане Российской Федерации, ранее являвшиеся гражданами или негражданами Латвийской Республики и желающие продолжить пребывание в Латвийской Республике после 1 сентября 2023 года должны получить статус постоянного жителя Евросоюза, Европейского Союза, да, ЕС. Для получения этого статуса лицо должно до 1 сентября выполнить условия проверки знания государственного языка и подать соответствующие документы в Управление по делам гражданства и миграции. Это мы с вами знаем, да? Вот это мы знаем. Это написано на сайте ВСА. Но они как бы нам еще раз это напоминают. И далее написано. Если заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС было подано ПЛМП до 1 сентября 2023 года, то по истечении срока действия ранее выданного документа на постоянный вид на жительство до получения нового документа на вид на жительство или утраты правового статуса лицо может лично обратиться в Агентство государственного социального страхования и подать письменное заявление в произвольной форме, в котором лицо сообщает о подаче заявления и документов в ПЛМП для присвоения статуса постоянный житель ЕС. Необходимо приложить документ, выданный ПЛМП, в котором указывается дата, до которой лицо сохраняет право пребывания в Латвии. На основании заявления и документа, представленного лицом, ВСА рассмотрит возможность продления пенсионной выплаты и возобновить её с момента прекращения выплаты пенсии. Вы знаете, вот видите, они просят документ, они не просто просят, что вы сдали экзамен, а они просят бумагу, видно письмо из ДГИ, в котором сказано, что вам продлили это вид на жительство на год. Мне такое письмо не приходило. Если вам приходило, вот надо приложить именно это письмо, ну и плюс свои там, то, что вы сдали экзамен, да, потому что это письмо приходило именно тем, кто сдал экзамен и уже подал документы. Я подала документы, мне такое письмо не приходило, а моему мужу такое письмо приходило, Поэтому я вам сейчас покажу, как должно выглядеть это письмо. Вот, оно должно выглядеть вот так вот. Вот, можете посмотреть, да. И я вам сейчас переведу то, что сказано в этом письме, то, что ему прислали. Я говорю, мне такое не пришло. Буду запрашивать или в четвертое отделение, или в Голубино, куда попали мои документы, буду запрашивать. Потому что у меня такого письма не было. И там написано, 8, ну, кому, да, и там персональные коды написаны, 8 марта 23 года, ну, вот он как раз подал, да, 8 марта. 8 марта 23 года в 4 отдел управления по делам гражданства и миграции в Риге поступили документы, которые вы подали для запроса статуса постоянного жителя Европейского Союза. Сообщаем вам, что в соответствии с пунктом 58.1 переходных положений закона об иммиграции, представленные вами документы будут рассмотрены администрацией в течение одного года с даты получения. Принимая во внимание вышеизложенное, указываем, что окончательное решение по вашему делу будет принято до 8 марта 24 года. Согласно части 2 статьи 17 административно-процессуального закона, если учреждение или суд обнаружат недостаток в правовой системе, он может устранить этот недостаток, используя метод аналогии, то есть путем систематического анализа правовой базы аналогичные дела применения правовых принципов, выявленных в результате этого анализа конкретному делу. С учетом того, что законодатель запланировал продлить срок рассмотрения дела, определив, что документы рассматриваются в течение одного года, без принятия решения о продлении срока рассмотрения, как это предусмотрено в 5 части статьи 40 закона об иммиграции, может быть установлено несовершенство закона. И в соответствии с этим, ваше в данном случае право на пребывание в Латвийской Республике, установленное в статье 40 части 5 и части 5.1, закон об иммиграции применяется до дня выдачи документа, удостоверяющего право на проживание в соответствии с принятым решением о предоставлении вида на жительство, или до дня, когда необходимо покинуть Латвийскую Республику в соответствии с решением об отказе. Ну, вот тут, понимаете, тут перевод идет, поэтому, ну, не очень, мне тяжеловато читать, об отказе предоставлении вида на жительство с сохранением права на трудоустройство в том объеме, в котором оно было предоставлено. Принимая во внимание вышеизложенное, а также тот факт, что ваша действующая карта ID вида на жительство действительно до 27 мая 2026 года, вы сохраняете право находиться в Латвийской Республике с правом на трудоустройство в том объеме, в котором оно было вам предложено, до 8 марта 2024 года. «Ребят, мне такое письмо не пришло, ему пришло, и вчера он это письмо отправил в САА». Ну, на всякий случай, пусть будет. Вот, то, что я вам сегодня говорю, это действительно на сегодня, на 8 августа 2023 года. Мои знания вот таковы. «Если что-то изменится, если что-то поменяется, я вам создам новое». Чтобы вы потом через год не посмотрели этот ролик и сказали, ой, ты тут что-то говоришь неправильно. Я вам говорю то, что есть на сегодняшний день, на 8 августа 2023 года. Так что, я не знаю, смотрите сами. Я думаю, что это письмо, которое, ну, они просят, да, заявление, и положить туда, чтобы сдали экзамен, но это не так трудно положить в конвертик и кинуть туда, даже и марки не надо никакой. Вот, а вы смотрите сами.